В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. На ремонт дорог вновь выделят дополнительные средства. Ситуация на рынке труда в регионе признана стабильной. 12 апреля в Рязани отметили День космонавтики. Рязанцев приглашают на индийскую выставку-ярмарку и в Рязанском Кремле презентовали уникальный клад. На этой неделе состоялась прямая линия с президентом. В ходе нее Владимир Путин отметил, что дорожная тема занимает очень большое место среди вопросов. Он посмотрел, как тратятся дорожные фонды. Выяснилось, что, цитирую, хоть денег там в общем-то немало, очень много средств тратится нецелевым образом на другие задачи. В нашем городе на этой неделе стало известно, что на ремонт дорог выделят дополнительные средства. Об этом сообщил губернатор Олег Ковалев во вторник. Глава региона отметил, что к нему обратились депутаты Госдумы Российской Федерации Елена Митина и Андрей Красов. Они провели ряд встреч с жителями области, в ходе которых были высказаны просьбы о приведении в порядок автодорог. Предложение рязанцев парламентарии передали губернатору. Мы здесь посмотрели с Минфином, посмотрели с Минавтодором и, понимая всю остроту проблемы, нашли возможность выделить средства на строительство, ремонт этих дорог. По словам главы региона, в 2016 году в муниципальные образования будут направлены субсидии из областного бюджета в размере без малого от 444 миллионов рублей, в том числе на ремонт 25 самых проблемных участков автотрасс в городе Рязани будет выделено 343 миллиона. Остальные средства будут направлены в другие 28 муниципальных образований. Олег Ковалев поручил до конца текущей недели подготовить соответствующие решения. Контрольные функции за качеством, количеством дорожно-строительных работ передать от Минтранса Минрегбезопасности. Потому что нельзя в одних руках сосредотачивать и торги, подряды и так далее, и контроль. Поэтому контроль должен быть вне этого ведомства. Поэтому я прошу, Алексей Владимирович, быстро подготовить соответствующие корректировки в наши нормативные документы с тем, чтобы обеспечить уже законодательно передачу этих функций. Губернатор поставил задачу перед Министерством транспорта и автодорог региона организовать проведение подрядчиками строительства и ремонта трасс с обязательным соблюдением установленных сроков и качества. Главам следует организовать выполнение дорожных работ в своих муниципальных образованиях. Для Минавтодора сегодня нет важнее проблемы. И вы попадете под трамвай в первую очередь как руководители, в кавычках под трамвай, если будут допускать брак в вашей подрядной организации. Олег Ковалев особо подчеркнул, что обязательным условием получения муниципалитетами субсидий является оперативное завершение разработки проектно-сметной документации. Ситуация на рынке труда в регионе признана стабильной. Уровень регистрированной безработицы низким, а количество предоставляемых вакансий достаточным. Такую оценку дают представители регионального министерства труда. Так, в первом квартале этого года численность безработных составляла менее 5,5 тысяч человек по всей области. А уровень регистрированной безработицы не превышал значения в 1%. Обозначенные на брифинге цифры 5,5 тысяч человек по всей области – самая низкая в период наблюдения за последние 17 лет. По сей день Рязанская область на шестом месте в Центральном федеральном округе. В двадцатке по Российской Федерации по степени стабильности на рынке труда. Хочу отметить сразу, что цифра 5 тысяч 400 человек – это то количество безработных, которые находятся на территории Рязанской области. Это одно из самых низких значений, которое было практически за 10-летний период, практически с 1999 года. Основную долю безработных при этом составляют граждане трудоспособного возраста, женщины от 31 года до 53 лет и мужчины до 58 лет. 40% безработных имеют специальное образование, 20% ищущих занятий имеют высшее образование и меньше 1% среди безработных даже не окончили школу. Гендерных перекосов нет. Мужчины – женщины, находящихся в активном поиске в нашем регионе поровну. Мы выглядим стабильно хорошо. На сегодняшний день Рязанская область занимает шестое место среди субъектов Центрального федерального округа и 20-е место среди Российской Федерации. Напомню, что уровень регистрированного безработицы по Российской Федерации составляет 1,4%. На брифинге также отметили, что кризисных ситуаций на рынке труда не предвидится. Ситуация стабильна и находится под контролем. На этой неделе макеты орденов, украшавших стелу на одной из центральных площадей Рязани, были демонтированы для проведения экспертизы и последующей реставрации знаков. Теперь они будут переданы на музейное хранение. Подробнее моя коллега Марина Комиссарова. В администрации города пояснили, что знаки сняли для того, чтобы провести их оценку и дальнейшую реконструкцию или реставрацию. После чего ордена, скорее всего, передадут Совету ветеранов Советского района в музейный фонд. Сами ордена появились здесь в 70-е годы. Копии орденов Дружбы народов, Октябрьской революции и Победы. В условиях современной ситуации, не только международной, орден Победы сняли и убрали из площадей крупного российского города. Орден Дружбы народов. Чтобы не говорили, она была, ее проявление сейчас. И взять и убрать, это как просто стареньком ненужный металлолом, но это, по крайней мере, нехорошо, несправедливо, некрасиво и, в общем-то, опасно. Так что, я надеюсь, у нас в управлении города находятся ответственные люди, кто понимает, взвешенные решения. Стелла, на которой располагались ордена, демонтироваться не будет. Она, по информации администрации города, не представляет архитектурной или исторической ценности и является футляром опоры контактной линии троллейбусов. Ее отремонтируют, покрасят и оставят на прежнем месте. Это одна из важных площадей нашего города. Площадь со сложной судьбой. Она играет важную социальную, коммуникативную роль и коммуникационную в нашем городе. Но судьба в плане заслуг не сложна. В свое время, до середины 50-х годов, главным украшением была церковь. Воскресенье Господне, построенная в конце 17 века, 80-е годы, 17 века, в стиле нарыжеского барокко. По информации чиновников, площадь свободы внешне приобретет другой облик. Здесь будет больше цветочного оформления. Планов по восстановлению цветочных часов, которые находились здесь в советское время, на данный момент не существует. Однако, если рязанцы выступят с такой инициативой, городское управление благоустройства будет готово рассмотреть это предложение. Избирательную комиссию Рязанской области возглавил Владимир Грачев. Его кандидатура была одиногласно одобрена членами избиркома. Процедура тайного голосования состоялась во время заседания избирательной комиссии в четверг. Участие в заседании комиссии приняли вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов, министр по делам территориальных образований и общественных объединений Антон Астафьев, а также член ЦИК РФ Николай Левичев. Представляя коллегу, он охарактеризовал Владимира Грачева как опытного человека, длительное время работающего в избиркоме. Положительно отозвались о Грачеве и его коллеге по Рязанской комиссии. Они отметили, что он знает психологию избирателя, а также является грамотным и принципиальным человеком. Вот сегодня очень красивое событие. Наконец-то мы дождались, что он вырос до должности председателя областной избирательной комиссии. Я считаю, достойная кандидатура. Работая с ним в область в избиркоме, могу характеризовать его как грамотного, профессионально подготовленного человека, который всегда принципиально по всем вопросам, которые возникали в областной избирательной комиссии, решал их четко, без всяких оглядок по сторонам и очень принципиально. Я считаю, достойная кандидатура. Прошу поддержать его кандидатуру на пост председателя избирательной комиссии Рязанской области. По итогам тайного голосования кандидатура Владимира Грачева была одобрена единогласно. Он получил 13 голосов из 13 возможных. Также единогласно члены комиссии поддержали кандидатуру Дмитрия Бокова, занявшего освободившийся после отставки. Владимир Грачева пост заместителя председателя комиссии. 12 апреля мир отмечал День космонавтики. В этот день наша страна стала первой и навсегда. Во вторник и в нашем городе вспоминали человека, совершившего важнейший и самый смелый шаг в исследовании космоса. Юбилейную дату первого полета человека в космос в нашем регионе начали отмечать еще зимой. На льду озера Велье в Рязанской области нарисовали огромный портрет Юрия Гагарина. Космонавт изображен в шлеме СССР, в котором он 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, впервые отправился в космос. Авторы портрета – Илья Стерлюкин и Алексей Бусаров. Сначала они при помощи приборов спутниковой навигации протоптали контурные линии, а затем лопатами расчистили снег в нужных местах. На создание картины ушел день, а размер работы – 150 на 120 метров. Процесс на камеру квадрокоптера заснял фотохудожник Олег Буцкий, и видео с огромным изображением космонавта стало известным на всю страну. А сегодня, в 55-ю годовщину полета в космос, в 16-ю школу приехали ветераны космодрома Байконур, чтобы рассказать школьникам о встречах с Юрием Гагариным. Вот сейчас многие легенды ходят, что там, как назначали первого космонавта. Юрий Гагарин знал, что он полетит первым. До всех этих заседаний, обсуждений и так далее, и так далее. В музее сейчас у нас, наверное, где-то около более полутора тысяч экспонатов. Вот последний экспонат нам на той неделе принесли дети. Бабушка одна отдала газету. Вечерний выпуск газеты «Известия» от 12 апреля 1961 года. Ко дню космонавтики в этой школе всегда подходят ответственно. Нынешний год не стал исключением. 5 марта был дан старт проектом. Проектом «Космический город мечты». Ребята делали проекты, делали ракеты, различные макеты. Все эти модели макеты, они представляют сегодня в праздник, 12 апреля. А далее у нас будет защита этих проектов. Ребята должны будут защитить, что это за город, как там живут люди, как они там общаются, на чем они передвигаются, какие у них взаимоотношения, есть ли у них войны. Было бы интересно вам, например, слетать на такой же ракете в космос? Да, мне бы очень было интересно. Я бы очень этому обрадовался. Когда бы пришел домой, я бы всем об этом рассказал. И мне бы это все очень понравилось. Прямо на днях семиклассники вернулись из Калуги с форума «Мы, дети галактики», где заняли первое место среди школьных команд исследователей космоса. И заинтересованы космосом в этой школе все, от самых маленьких до старшеклассников. Необъявленная война, незаживающая рана, невидимое ядовитое облако. И сегодня последствия трагедии на Чернобыльской атомной станции дают о себе знать на территории многих стран, в России и в том числе в нашем регионе. Ликвидаторы той аварии, которой проживают в Рязани, объединились более 20 лет назад. В преддверии 30-летия со дня трагедии они делятся воспоминаниями. Подробнее Анна Герцовская. Изначально в Рязанской областной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» было зарегистрировано 2500 человек. Сейчас с течением времени осталось 1500 ликвидаторов аварии. Люди уходят, но и сейчас остаются те, кто готов делиться опытом, историей с другими людьми. Александр Панкратов – один из тех, кто был на разрушенной атомной электростанции и своими руками ликвидировал последствия трагедии. Делали мы там около всей станции, ров большой, насыпной, чтобы при половоде радиация не прошла. Делали фильтры. Ну, этим я занимался где-то в течение, может, месяца-двух. А потом нас послали на крышу сбрасывать уран, графит. На крыше мало времени проводить, процедура занимает 2 минуты, на крыше вообще 50 секунд. Там тебе по телевизору показывают, что надо сбросить. Выбегаем пятерками, делаем свою работу, потом сигналы, и мы возвращаемся. Уран и графит сбрасывали с человеческими руками в разрушенный реактор. Множество людей принимали участие в этой процедуре. Ведь выбежать на крышу станции каждому человеку можно было лишь только один раз, поскольку доза рентгеновского облучения была очень высока. Одевали сначала свинцовые плиты, а потом такая резина свинцовая, ну, очень тяжелая. Если так вот нагрузить, то килограмм 30 висит на тебе. Ну, и в этом одеянии туда. Так были защищены. Ликвидаторами Чернобыльской аварии считаются и те, кто во время взрыва находился в непосредственной близости к месту происшествия и по долгу службы не смог покинуть зараженную территорию. Юрий Сладков служил срочной службой в армии недалеко от места трагедии. Это все-таки воинская часть, мы же не можем бросить ее. Надо же поддерживать ее в рабочем состоянии. Те, кто остался, занимался обслуживанием воинской части. Некоторые из солдат на пожарных машинах принимали участие в прибивании очень опасной радиоактивной пыли, которая распространялась вокруг места взрыва. Участники ликвидации аварии говорят, что в те роковые дни совершенно не думали о том, какой вред может принести работа в зоне поражения. Поверьте, мы вот два года отслужили, мы должны были дембилизоваться. Ну, какая нам была радиация? А что такое радиация? Это же в апель, ну, как она, никак же не ощущается. Никак, ничто. И для нас, для молодых ребят, быстрее хотелось домой. Юрий демобилизовался 10 мая. Тех же, кто еще полностью не отслужил свой срок в армии, раскидали по всему Советскому Союзу, потому что воинскую часть вскоре расформировали. Доказать потом, что эти люди являлись участниками ликвидации, было очень непросто. В этом, кстати, очень хорошую помощь оказывало как раз объединение чернобыльцев. Многие теперь получили жилье, положенное по закону, живут мирной жизнью и продолжают хранить память о тех, кто отдал жизнь на благо Родине. С наступлением по-настоящему устойчивой весны любители велосипедных прогулок стали делить проезжую часть с автомобилистами. Все участники дорожного движения стараются быть более внимательными друг к другу, тем не менее аварии случаются. Как их избежать и получить максимум пользы от двухколесного транспорта в сюжете моей коллеги Анны Герцовской. Велосипеды, 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 они везде. Дети приезжают на них в школу, взрослые довираются на работу и просто развлекаются. Весна – пора преображений. Многие люди пересаживаются с автомобилей на велосипеды, и сейчас мы у них расспросим, почему они это делают. По мне, так это самый оптимальный вид спорта. Я велосипеды очень люблю больше, чем ролики и всякий бег, и такие силовые нагрузки. Мне кажется, это вот то, что нужно таким, как я, ленивым. Как, тебе нравится на велосипеде? Да. Давно катаешься уже? Угу. Мне два. Тебе два? Угу. Почему на велосипеде? Любится этот вид спорта или что? Да, люблю. На рыбалку ешь. Рыба сейчас ловится. Так вы не устаете, наверное? Ну, почему? Нет, нет. Отнюдь. Я только первый раз сейчас вот выехала, первый сезон, то есть, когда открыла сезон, ну, куда угодно, я пока не пробовала ездить. В основном здесь. Ну, чаще в парках, на даче вот ездим на велосипедах всегда. Это, да, у нас дача Турлатова. Вот мы туда со всеми с детьми, с внуками ездим. Прям на велосипедах? Да, садимся вперед, со всеми маленьких сажаем. Маленькие сидения, чуть постарше, восьмилетние, они сами на велосипедах. Получается, участниками дорожного движения на двухколесном транспорте становятся и совсем маленькие дети. В то же время многие из велосипедистов жалуются на то, что в городе практически нет специально оборудованных мест для проезда. Когда с детьми мы стараемся выбирать дороги, где нет автомобилей, ездим вообще по пешеходным тротуарам, потому что страшно, страшно. Страшно становится и мотоциклистом, потому что не всегда автомобилисты с уважением относятся к этим быстрым парням. Выезжая на дорогу, сами байкеры понимают, о какой ответственности идет речь. Не так давно, кстати, уже произошел неприятный случай с участием двухколесного железного коня. В Милославском районе на дороге между двумя селами мужчина, управляя скутером, не выбрал оптимальную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал в кювет и упал с мотоцикла. В результате ДТП мужчина получил травмы и в бессознательном состоянии госпитализированную больницу. Как выяснилось, молодой человек во время аварии находился на скутере без шлема и без прав. Вот от таких-то водителей порой ложится черное пятно на всех мотоциклистов. И чтобы такого не происходило, все мотоциклисты и велосипедисты должны сами в первую очередь соблюдать правила дорожного движения. Об этом неустанно напоминают сотрудники ГИБДД. В Рязанском Кремле состоялась презентация клада, который нашли на городище Старая Рязань. Он стал 18-м по счету и специалисты признали его уникальным. На презентации побывала Ирина Ковалева. Наконец-то предметы клада, найденного еще в 2013 году на городище Старая Рязань, вернулись с реставрации. В честь этого события в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике прошла презентация, в ходе которой можно было не только познакомиться с археологическими находками, но и увидеть уникальные кадры, показывающие, каким образом клад доставали из земли. Так что все гости презентации смогли ощутить свою причастность к этому значимому в мире археологии событию. Равнодушно смотреть на то, что происходит сегодня, просто невозможно, потому что это не просто 17-й клад, это целая история, которая открывается, когда мы смотрим на эти уникальные предметы. Нужно отметить, что этот клад стоит особняком от всех других кладов, найденных на городище Старая Рязань. И этому несколько причин. Во-первых, он был найден в самой древней части города, на так называемом Северном городище. А во-вторых, клад этот прятал не хозяин украшений, а ювелир, который, по всей видимости, накануне взятия города наспех собрал все ценное и укрыл, в надежде вернуться и продолжить работу. Вот здесь есть вещи, которые мы принесли в починку. Есть вещи новые, есть недоделанные вещи, есть сырье. Это слитки серебра, золото, фольга, другие какие-то заготовки. Но самое удивительное, что этот клад содержал не только ювелирные изделия, но и инструменты, с помощью которых они изготавливались, так называемые матрицы. Эти матрицы, по всей видимости, лежали в каком-то отдельном мешочке, но они лежали в верхней части клада и были плугом все-таки немножко растащены на большое расстояние. Но, тем не менее, значительную часть этого комплекса, этих матриц мы собрали их. Из этого клада происходит больше 80 штук. Вот они здесь тоже на выставке представлены. И они нам дают представление о том, как происходил процесс, весь процесс этого производства ювелирных украшений. Более ста предметов, которые и составляют клад, сегодня могут увидеть все желающие. Выставка дополнена копиями, которые сделал мастер, стараясь повторить древние технологии. Таким образом, организаторы пытались показать и рассказать, насколько изощренно и в то же время рационально работали средневековые мастера. Уникальную бижутерию, знаменитый текстиль, восточные сладости, натуральную косметику, благовоние, индийский чай, изделия из натуральных камней и мебель. И многое другое теперь могут не только увидеть, но и приобрести рязанцы. В городе открылась индийская выставка-ярмарка. На ней побывал и наш корреспондент Наталья Новикова. 15 апреля в торговом центре «Премьер» вот уже во второй раз открылась крупнейшая индийская выставка. От предоставленного ассортимента товаров буквально разбегаются глаза. Чего здесь только нет. Посетители ярмарки могут приобрести уникальную бижутерию, натуральную косметику марок Гималайи и Дабур, благовоние, одежду, палантины. А мимо настоящих шелковых ковров ручной работы пройти практически невозможно. Здесь действительно есть практически все, чего бы не пожелала душа. Даже эксклюзивные мебели ручной сборки. Ну и конечно, какая Индия без настоящего чая, знаменитого риса басмати и сладостей. Несомненно, радует не только богатый ассортимент, но и более чем демократичные цены. И несмотря на то, что выставка только открылась, от довольных покупателей нет отбоя. И каждый находит что-то по душе. Я постоянный покупатель ваших ярмарок, поэтому постоянно что-нибудь здесь приобретаю. Вот шарфи у меня, ваш индийский. Поэтому вот что-нибудь приобрету. Я каждую выставку беру у них, что-нибудь покупаю. Пусть вам нравится. Нравится мне выставка у них. Молодцы. Пусть приезжают к нам почаще. Мне очень нравится. Мне вообще Восток нравится. И нравится запах маслами, бижутерия. Обалденно. Как будто за границей. Выставка будет проходить по 24 апреля включительно, работая для вас каждый день с 11 утра до 7 вечера на первом этаже торгового центра «Премьер». Проникнуться духом настоящей Индии теперь можно, никуда не выезжая из города. И еще одна информация, на которую мы просим обратить внимание. Малыши еще не курят, не пьют, не работают на вредных производствах. И тем не менее, сотни из них ежегодно слышат страшный приговор – рак. Увы, у большинства семей просто нет возможности испробовать все существующие методы медицины. Сегодня за помощью к нам обратились неравнодушные люди, которые помогают родителям 10-летнего Миши Володина собрать деньги на лечение сына. Еще недавно Миша был главным помощником после папы. Приговор врачей, эмбриональная рапдомиосаркома, прозвучал как гром среди ясного неба. Семья ребенка, подтверждают родители одноклассников, вложила в детей всю душу и сегодня просто не знает, как помочь своему малышу. Единственный шанс побороть болезнь – лечение в Израиле. Ребенок заболел рак рапдиосмиосаркома четвертой стадии. Мы, родители, готовы помочь, очень желаем и готовы помочь этой семье и собрать средства на лечение ребенка за границей. Для многодетной семьи 10 миллионов рублей – сумма неподъемная. Счет идет на минуты. Если сейчас ребенок выдержал одну химиотерапию, если он сейчас выдерживает еще две, то мы срочно выезжаем, ну не мы, а родители выезжают с ним за границу для прохождения там лечения. Реквизиты расчетного счета можно уточнить в нашей редакции по телефонам 72020 и 72021. Каждая внесенная сумма приближает мальчика к выздоровлению. Реквизиты расчетного счета. Реквизиты расчетного счета.